добрый день дорогие друзья с вами автосалон про тюнинг меня зовут игорь и сегодня эксклюзивно первый в россии обзор на новый mercedes-benz amg gt 63 как видите это обновленные автомобили которые очень агрессивно смотрится очень классно были переработаны и в них есть на самом деле очень много интересных и новых нововведений с вашего позволения мы оставим синюю машину потому что она более яркая по моему мнению и более презентабельная и давайте начинать итак начнем мы с того как выглядит этот автомобиль спереди да это все тот же самый gt у нас есть преемственность от предыдущего поколения но при этом машина стала на самом деле очень хорошо смотреться как по мне очень классно сделано решетка радиатора то есть привычный дизайн вертикальные ламели хромированные логотип mercedes прицел так называемый и у нас здесь нету стандартных привычных боковых воздухозаборников на переднем бампере которые есть у всех 63 автомобилей но на самом деле они просто скрыты в решетке радиатора снизу у нас по бокам имеются такие расширения и как раз таки они у нас выполняют роль воздухозаборников туда у нас заходит воздух который охлаждает радиаторы которые находятся по бокам от передних колес и там же у нас идет забор воздуха на охлаждение тормозной системы максимально продуманной инженеры дизайнеры компании mercedes позаботились об этом все далее снизу у нас идет такой вот сплиттер небольшой на этом автомобиле он выкрашен в черный глянцевый цвет но на сером автомобиле который вы увидели немного ранее такой же элемент но выполнен он из карбона это дополнительный пакет который можно докупить к этому автомобилю туда у нас будет входить тот самый передний сплиттер вставка из карбона накладки на боковые пороги такие небольшие ламели тоже из настоящего карбона крышки зеркал и задний диффузор которым мы попозже перейдем потому что он очень очень хорошо смотрится но об этом чуть позже далее фара автомобиля это современная оптика последняя разработка mercedes называется digital light естественно это пара адаптивные могут у нас поворачиваться вместе с рулем освещать отдельные участки дороги и так далее в общем самое передовое решение которое есть на сегодняшний день у компании mercedes и еще на чем хочется застрить внимание пока мы не отошли от передней части автомобиля это элемент который скрыт от глаз людей потому что он находится снизу под передним бампер специальный элемент который добавляет аэродинамики автомобилю при нажатии кнопки в салоне машины это снизу у нас выдвигается небольшая такая панелька так скажем которая обеспечивает лучшее прохождение воздуха по днищу автомобиля то есть ускоряет воздушные потоки и тем самым у нас создается эффект крыла самолета то есть снизу у нас воздух проходит так что машина еще сильнее прижимается прям липнет дороги и управление на большой скорости становится еще более быстрым и такой элемент я видел впервые на 911 porsche turbo с там в принципе такая же система также он рассекает потоки воздуха то есть принципе это не новое что-то но при этом очень эффективная доработка на спортивных автомобилях и еще я думаю многие заметили с самого начала диски которые установлены на этой машине это 21 колеса в очень интересном обновленном дизайне такого еще я не видел на мерседесах и на самом деле когда я впервые увидел эту машину я подумал что это кастомные диски изготовленные на заказ и так далее но при этом это ставится с завода mercedes дизайн на самом деле безумный очень классно смотрится цвет подобран идеальный к этому синему цвета кузова тут же у нас видно что это реально mercedes овские диски по шильдику а мг который у нас расположен на ободе и за ними находится спортивная тормозная система с очень ярким таким вот элементом в виде 6 поршневого суппорта который выкрашен у нас в желтый глянцевый цвет двигаемся далее если мы посмотрим на зеркало тут у нас присутствуют камеры то есть сразу мы понимаем то что это автомобиль имеется круговой обзор и еще одна узнаваемая детали у нас здесь являются ручки дверей они у нас выполнены ровно также как это сделано 223 москлассе как в mercedes sl и на самом деле не удивительно потому что а мггт у нас построен на базе sl но при этом все кузовные панели у него свои за исключением дверей то есть вот этот элемент у нас ровно такой же в самом с цели который мы уже видели ранее но при этом машина на самом деле тоже имеет свой характер потому что колесная база у нас увеличилась колея расширилась автомобиля и поэтому не стоит их прям лоб в лоб сравнивать с тем самым и целям и постепенно переходим к задней части это автомобиля и на самом деле это самое эффектное думаю что здесь есть потому что раньше мы такого нигде не видели то как выполнены особенно фонари на этой машине они у нас как раз таки я думаю самые внимательные те кто любят рассматривать машины в деталях заметят то что вот эти вот элементы такие три полоски у нас сделаны ровно также как это идет и внутри передних фар вот эти вот элементы дхо что в мггт что в новых mercedes голые купе голые и так далее во всех обновились фары так что у нас имеются тесно полоска так вот эти элементы перекочевали и сюда но теперь фонари и еще что очень классно то что у нас нету такого сплошного стекла как мы привыкли и которая гладкая такое обтекает весь фонарь а у нас вид отформовка то есть задний фонарь очень объемный становится из-за этого машина смотрится очень классно именно сзади ну и тут же сразу хочется отметить активный спойлер который у нас полностью может задвигаться выдвигаться менять свой угол атаки в нем есть пять режима в зависимости от выбранного режима езды то есть он может собственно менять свое положение что очень приятно то есть можем настраивать под настроение как нам нравится сегодня далее снизу мы видим уже привычные узнаваемые насадки выхлопа в стиле 63 машин все они обладают именно такой формой насадок и посмотрите насколько классно выглядит диффузор он очень массивный вертикальные ламели у нас так здесь проходит она серой машине которая у нас была в начале видео это диффузор еще выполнен полностью из карбона и в таком варианте он смотрится просто нереально машина выглядит максимально агрессивно если мы все это вместе сложим задние фонари активный спойлер насадкой 63 и карбоновый диффузор это точно никого не оставит равнодушным ну еще одна деталь которая меня очень сильно удивило в этой машине это багажник несмотря на то что это двухместный спорткар автомобиль который не рассчитан на то чтобы мы перевозили здесь большое количество вещей просто посмотрите на объем этого багажника и даже один из людей который работает в подразделении амг мерседеса говорит что присложены спинки задних сидений если машина у нас именно с четырьмя сиденьями в комплектации идет сюда можно уместить даже велосипед и представьте вы едете в двухместном спорткаре в котором почти 600 лошадиных сил самые передовые технологии так далее вы еще багажнике везете велосипед на самом деле этот просто в голове даже не укладывается комплект который кладут в мггт даже побогаче чем в больших современных автомобилях кроссоверах и так далее хотя казалось бы вроде бы машина маленькая тут у нас и весь комплект для замены колеса компрессор домкрат вся необходимая документация комплект первая помощь и буксировочная проушина в общем вот это вот все у вас сразу идет в комплекте с автомобилем что не может не радовать в остальном по багажнику слева справа у нас присутствуют дополнительные сеточки чтобы мы могли закрепить груз который мы с тобой здесь перевозим также на правой стенке есть прикуриватель для зарядки устройств которые будут у вас здесь находиться в самом багажнике и тут же мы видим заглушку казалось бы машина в хорошей комплектации но почему заглушка в автомобилях мггт в которых нет заднего ряда сидений здесь расслабляться собственно заглушка как в нашем случае а если комплектация предусматривает еще и задний ряд сидений то как раз таки здесь у нас будет располагаться кнопка которая откидывает этот задний ряд ну и в конце концов хочется рассказать про шторку которая у нас может отгораживать все содержимое багажника от салона крепится она в принципе стандартно к крышке багажника вот здесь она же может у нас вот так вот сниматься в принципе одним движением руки это можно сделать очень просто и на самом деле вот представьте такой автомобиль спорткар который люди обычно не покупают для того чтобы ездить на нем каждый день машина все-таки особенная необычная но при этом он настолько укомплектованный это не может просто не радовать так перемещаемся в салон во первых что здесь хочется сказать начиная с самого пар при за он у нас сделан принципе в похожем стиле своим собратом с тем же самым и целям очень классно выполнено обрамление приборная панель и посмотрите как эти линии уходят нет у нас привычного козырька все сделано на самом деле иначе прям по-другому по-новому естественно сама приборная панель у нас полностью электронная и здесь информации умещается я думаю больше чем на 90 процентах остальных автомобилей то есть давление в шинах параметры основные по автомобилю навигация настройки автомобиля температура в коробке температура масла в двигателе температура охлаждающей жидкости многое многое другого чем сделано все максимально информативно и очень качественно в плане дизайна и самого интерфейса руль у нас уже в узнаваемый дизайне в актуальных mercedes в принципе везде такой ставится с лепестками за самим рулем черный глянец очень классно выглядит справа у нас управление мультимедиа системы слева управления круиз-контролем и приборная панелью ну и вот эти вот дополнительные юниты которые установлены снизу руля также я думаю многим знакомы справа у нас управление режимами езды комфорт индивидуальный спорт спорт плюс и режим трековые здесь есть чтобы именно прям максимальную отдачу получит от автомобиля и слева настраиваемый юнит на который можем вывести допустим открытие либо закрытие заслонок выхлопа режим коробки передач и многое многое другое здесь на самом деле этого предостаточно мультимедиа система тоже нам уже знакома мы такую последний раз видели в с классе 223 сделано все ровно в таком же стиле но конкретно в мггт это все выполнено гораздо более удобно потому что как раз таки из-за того что у нас салон более компактный сама эта мультимедиа находится ближе к водителю и пассажиры не нужно к ней постоянно тянуться слишком далеко она прямо здесь у нас под рукой разговаривая о самой мультимедиа системе что мы видим на главном экране это навигация у нас сразу большая карта здесь видно снизу управление климат-контролем слева справа да это все на сенсоре но в принципе она у нас всегда в доступе и прямо под рукой в остальном все уже понятно тем кто из у нас собственно актуальных mercedes это установки автомобиля кое здесь огромное количество различные функции безопасности автоторможение удержания в полосе распознавания знаков и светофоров по ходу движения далее настройки самого автомобиля освещение и тут еще можно даже выбрать проекцию которая будет делать фары при открытии либо закрытие автомобиля потому что эта оптика даже на такое способна далее переходим в настройки комфорта здесь у нас имеется уже узнаваемая функция энерджайзинг комфорт включив который мы можем погрузиться полностью в ту атмосферу которую мы собственно сами и выберем в этом режиме имеется огромное количество настроек самих сидений то есть это та самая кинетическая функция сидения могут подстраиваться под то как вы сидите несмотря на то что это такие вот у нас ковши до спортивные тут у нас есть и боковые подкачки и поясничный упор огромное количество регулировок электрических даже до подголовника и память под трех человек ну естественно вентиляции массаж у нас здесь также присутствует думаю это понятно по перфорации на коже которая у нас нанесена на самих сиденьях и последняя функция которая находится в этом меню комфорта это настройка подсветки тоже мы можем выбирать огромное количество цветов выбрать режим то есть это может быть одноцветный либо многоцветный и так далее в основном меню что у нас еще есть это меню amg performance которым можем наблюдать за производительностью автомобиля режим track pace то есть это дрэговые гонки по прямой с таким вот виртуальным светофором которого вас есть в мультимедиа системы и режим трековый то есть чтобы выехать на гоночный трек и прямо выжать максимум из этого автомобиля потому что здесь у нас есть телеметрия можем замерять прямо из этой машины время круга которое мы проходим без использования кого-либо дополнительного оборудования но несмотря на то что все основные функции у нас завязаны мультимедиа системе то есть управление через сенсор снизу также присутствуют и классические физические кнопки собственно как мы видели это в других моделях mercedes именно актуальны то есть кнопка amg для выбора режимов езды и настройки их отдельно то есть можно настроить подвеску отдельно коробку передач двигатель и так далее настройки автомобиля то есть быстрый доступ к каким-то параметрам аварийная сигнализация и выбор режима громкости самой этой мультимедиа системы снизу у нас имеете еще такая панель открыв которую мы видим что у нас здесь имеется еще два подстаканника две зарядки и избитой все и беспроводная зарядка для вашего телефона опять же все по-другому очень удобно и подлокотник стандарт открывается на две стороны тут еще две зарядки избитой все и дополнительное место для хранения ваших вещей ну еще хочется рассказать про задний ряд до его у нас здесь нету собственно в этой комплектации но честно говоря как я думаю вот такой вот вариант исполнения гораздо лучше потому что сзади здесь особо люди не поместятся только дети это я думаю не очень приятно будет портит такого собственно покрытия а для сумок которые можете сюда уместить вполне достаточно места именно сзади водителя и пассажира ну а сверху та самая панорамная крыша и да у нас шторка механическая но как утверждает mercedes это сделано для того чтобы снизить массу автомобиля все-таки эта машина у нас изначально это спорткар но еще не могу оставить без внимания то как сделаны в плане дизайна дверные карты посмотрите насколько объемная у них форма выглядит максимальный эффект на плюс здесь же мы видим сеточки акустическая система бурмистр значит что качество звучание здесь будет просто идеальная но и в остальном это черная кожа коньячная кожа с прострочкой контрастной вставки из матового алюминия в серой машине кстати эти вставки сделаны из такого же материала но под тонирующим лаком и там у нас еще отделка салона из белоснежной кожи то есть это не какая-то слоновая кость светлые тона это прям белая кожа выглядит тоже максимально эффектно и там же у нас еще есть сиденья не как в этой машине в виде собственно ковшей а комфортные с ней в которых есть прям полный пакет функций который может предложить mercedes итак поговорим немного о технике здесь у нас установлен 8 цилиндровый в 8 двигатель бензиновый на 4 литра который выдает 585 лошадиных сил и работает он в паре с 9 ступенчатым автоматом с многодисковым сцеплением что обеспечивает нам и комфорт при езде по городу спокойной и максимально быстрое переключение передач когда нам это необходимо это к сожалению наверное один из последних настоящих в 8 больших объемных которые выдают такую классную мощность и впервые на а мггт у нас здесь появилась система полного привода fermatic plus которая может отдавать до 100 процентов крутящего момента на одну из осей даже на переднюю ось эта машина может при распределять до 100 процентов собственно того самого момента ранее на а мггт такой система не было машины все были только заднеприводные но теперь у нас появилась и даже такая вот здесь функция еще для того чтобы автомобиль очень круто управлялся теперь у нас в базе присутствуют задняя подруливающая ось ранее это было доступно только на самых заряженных самых мощных версиях мггт-р которые были больше предназначены уже прям только для трекового использования но это не все нововведения в подвеске потому что в этой машине у нас отсутствуют стабилизаторы поперечной устойчивости как бы странно это не звучало вроде спорткар здесь они должны быть максимально толстые жесткие здесь у нас этого нету потому что подвеска у этого автомобиля особенная все благодаря тому что амортизаторы имеют несколько клапанов которые могут зажимать какую-то из осей левую либо правую стойку когда мы входим в поворот что обеспечивает отсутствие крена собственно в том самом повороте это даже лучше чем использование самих стабилизаторов как заявляет само подразделение амг еще машина может опускать либо поднимать собственно подвеску потому что машина у нас достаточно низкая и при проезде каких-то препятствий эта функция очень необходима и плюс ко всему подвеска может под gps запоминать места где мы ее поднимали либо опускали можем сами даже ставить метки где вам это необходимо и в следующий раз когда мы будем проезжать по этой же местности машина будет сама поднимать и опускать клиренс да эта функция не новая но на таких машинах она жизненно необходимо чтобы мы не повредили обвес потому что машина завода достаточно низкая по итогу мы имеем просто невероятный спорткар и спасибо mercedes то что оставили нам в 8 тот самый настоящий объемный чтобы мы могли наслаждаться его невероятной отдачей и тем самым породистым звуком совокупности со всем что сделали здесь mercedes полный привод системы по подвеске мотору и так далее это все будет доставлять вам просто невероятное удовольствие а я напоминаю что мы привезли одними из первых эту машину в россию и цена на сегодняшний день на этот автомобиль 31 миллион рублей эта машина доступна к покупке в нашем автосалоне против ним в городе краснодар и обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал потому что там мы выкладываем все автомобили которые в пути в наши автосалоны и доступные к заказу и также в наличии и подписывайтесь на этот youtube канал на котором выходит видеоролик чтобы не пропустить новые эксклюзивные обзоры а